приветствую вас дорогие девочки и мальчики давайте знакомиться меня зовут дед мороз сизый нос я родился только вчера благодаря леночке я думаю что вы ее знаете и сегодня я пришел поздравить вас с наступающим новым годом пожелать вам всего самого-самого доброго светлого здоровья счастья благополучия и я необычный дед мороз я волшебный я могу исполнить любое ваше желание хочу прочитать все ваши послания посмотреть верите ли вы сказку верите ли вы в деда мороза и те кто верят загадайте мысленно это желание и я обязательно его исполню ну а сейчас давайте посмотрим на меня красивого посмотрите какая у меня настоящая борода у меня настоящие усы глазки сизый носик настоящая шапка а посмотрите какой красивый у меня кафтан и если вы хотите чтобы на свет появились вот такие волшебные деды морозики то все в ваших руках я думаю что леночка вам в этом поможет я создан просто в любви в каждой моей петельки в каждой моей клеточки очень много любви и сейчас я передаю слово леночки и и она расскажет как вам создать вот такого деда мороза который будет исполнять все все ваши желания еще раз поздравляю вас с наступающим новым годом ура и так дорогие друзья я надеюсь вам очень понравился вот этот волшебный дед мороз сизый нос и я предлагаю вам его связать я уже связала до того момента когда нужно показать значит это носочек вполне может служить как игрушка для ребенка я думаю что если вы свяжете такие носочки вашим деткам да не только деткам например я вижу деткам но уже деткам которым больше 30 лет и еще такие носочки мне заказал лешек так вот носочек весит 50 грамм со всеми ниточками которые здесь использовались ну вот сколько по граммов я конечно же не скажу сколько и ушло и какой пряжи здесь использована носочная пряжа опал вот такого оттенка кстати это пряжу эту предоставлял магазин кудель там громаднейший выбор опала как однотонного цвета так вот секционного и вот несколько моточков у меня осталось пальто релакс которое мы с вами вязали и я вот решила связать такие вот праздничные носочки игрушки носочки сувениры ну и если честно я верю в чудеса я думаю что это носочки исполняющие желание итак вот такая пряжа опал посмотрите как выглядит она когда в нее мы добавляем махер вот очень пригодился махер от ализе сейчас я дедушку мороза немножко распакую кстати вы можете в него положить остальные подарки и использовать эти носки как пакеты для подарков вот вам еще одна идея то есть сюда можно и конфеты положить да все что угодно в этот носок много чего влезет а вот такая пряжа только белого цвета ализе кид махер роял которая где здесь написано вот роял я смешивала белый цвет в принципе можно было бы и голубой с этим смешать с опалом и вот посмотрите какая разница если мы добавляем сюда какой-то какой-то махер вот поистине говорят что вся пряжа хороша этот махер для кого-то колючий для меня вообще он если колется то слегка в носках это вообще не будет ощутимо а сколько тепла и комфорта вот когда вы добавляете сюда махер это просто не передать словами я вам покажу для примера носок из чистой пряжи и вы вот можете даже сравнить вот посмотрите пряжа если в нее ничего не добавлять и вот если добавить махер во-первых носочек получается толще и кстати когда я вязала лёшику носки я во-первых уплотняла пятку и уплотняла носок чтобы ну были они более крепкими он относил их всю зиму прошлую и вот посмотрите никаких катышей ничего в этой пряжи вообще нет да конечно она немного дороговато но она того стоит стираются в машине но вот носочек я уплотняла вязала в две ниточки это видно здесь вот в одну вот чтобы не уплотнять можно добавить махер и носочек будет везде плотненьким но я не знаю это конечно кто как любит но я вот буду рассказывать как делала я здесь также использован опал вот песочного цвета мы с вами вязали свитер жгуты на резинке у меня немножко осталось целый моток остался и буквально 30 грамм вот я использую здесь эти же 30 грамм здесь тоже опал с махером бежевого цвета в принципе можно и белый было бы сюда добавить дальше идет пряжа ализе которая файн белого цвета кстати она тоже очень хорошо подходит под носки там и состав 50 на 50 акрил и шерсть вот и опять же опал синего цвета вот вот в принципе все да еще понадобится если вы хотите именно вот такую бороду связать то понадобится конечно вот эта фантазийная пряжа я не знаю как она называется ну вы знаете это травка вот если бы была белого цвета это было бы вообще ну просто просто еще лучше но у меня не было белого цвета и я решила сделать вот такую седую бороду моему деду морозу вот в принципе и все и так давайте приступим вязать это красивое новогоднее чудо и так вы вяжете по кругу я вяжу на двух парах спиц как я это делаю есть отдельный ролик как соединить в круг без соединительной петли буквально прошлый ролик ссылку я конечно же на него оставлю и соединив круг набрав нужное количество петель у меня здесь 52 петли вот мы вяжем резиночкой синего цвета потом белого цвета ну типа имитация шапочки и потом резиночкой беж потом идет лицевая гладь резиночкой цветом бежевым цветом чтобы здесь потом мы могли сделать украсить дедушку мороза добавить ему глазки носик ну и все остальное вот дальше идет следующая пряжа какое-то расстояние и потом вывязываю пятку все это вы можете конечно же регулировать я буду вязать следующие следующую пару шапочку я сделаю поменьше и у меня тогда лицо деда мороза передвинется вверх то есть она у меня будет вот в верхней части носочка все это конечно же вы можете регулировать как захотите то есть мы вяжем обычные носки своей фантазии можно связать один на один шапочку резинкой можно связать вообще платочной вязкой можно платочную вязку добавить вот здесь вот где у нас лицо деда мороза это все вообще все ваша фантазия абсолютно я не буду здесь останавливаться в точных ну как бы деталях сколько сантиметров чего ну давайте вот если в наглядности резиночка у меня допустим вот двенадцать сантиметров дальше там сантиметра два с половиной идет лицо и потом сколько то там сантиметров еще сантиметра четыре до того момента как я начала вывязывать пятку повторюсь это все все вы можете регулировать сами итак вот он мой второй носочек здесь я кстати может быть и покажу еще как я соединяю ниточки для соединения здесь я вообще все свои моточки я вязала когда пальто релакс я отматывала пряжу до нужной секции чтобы ну как-то соблюдать рисунок в носочках я это вообще не придерживаясь этого в этих носочках и решила использовать вот все те мои остаточки которые вот я отматывала поэтому узелков конечно здесь будет много но мне было жалко выбрасывать пряжу итак я связала до нужного момента до момента вывязывания пятки то есть все вяжем по кругу так как я вам рассказала дальше вяжем на одной паре спиц то есть на половине нашего вязания высоту пятки сколько нужно провязать высоту пятки вот сейчас я вам об этом расскажу значит смотрите у меня пятьдесят две петли на одной спице у меня получается двадцать шесть петель вот двадцать шесть петель мы должны разделить на три двадцать шесть на три не делится поэтому по центру у меня будет восемь петель а в двух частях по девять петель значит чтобы нам после того как мы свяжем пятку выйти опять на то же количество петель или хотя бы приблизительно на то же количество петель у нас вот здесь вот сбоку должно быть девять вот таких петель боковых девять чтобы мы потом их смогли по бокам подобрать и выйти опять на те же двадцать шесть петель у нас в конце останется восемь центральная петель и те же девять петель с двух сторон и так как я вяжу пятку значит я не знаю правильно это или неправильно но покажу как это делаю я да я вяжу на двух парах спиц значит так получилось что у меня ну в наборе в джинджае нету спицы которая меньше чем три с половиной поэтому я использую спицы ади два семьдесят пять у меня и вторая спица троечка китайская деревянная ну практически незаметно этой разницы итак начинаем я конечно повесила здесь маркер но это можно сделать и без маркеров поскольку мастер-класс для начинающих давайте с маркерами в начале потом вы все поймете итак девять петель с одной спицы маркер восемь петель средняя часть и девять петель с другой стороны вот два маркера итак начинаем вязать первый ряд так где у меня ниточка я довязала до маркера сейчас вяжем дальше раз два три четыре пять пять шесть семь а вот восьмую нам нужно провязать взяв петлю за маркером значит я провязываю эту петлю вот почему я как бы показала вам начало чтобы вы понимали как распределить петли а дальше уже все станет понятно так вот восьмую и девятую петлю уже с бокового с третьей части с левой части мы провязываем вместе разворачиваем вязание эту петельку двойную которую мы провязали две лицевые вместе мы снимаем и опять считаем раз здесь изнаночный ряд вяжем естественно изнаночными два три четыре пять шесть семь и вот восьмую петлю мы должны во-первых развернуть в другую сторону восьмую и девятую я чтобы красивый был шов с лицевой стороны я разворачиваю вот таким образом я вижу восточным методом вязания в общем нужно развернуть в другую сторону и провязываем изнаночной вместе так я вот здесь вот вижу я распускал немножко ошиблась переделывала мастер-класс на это не обращайте внимание просто распустилась петелька сейчас я ее поправлю но это не имеет отношения к нашему мастер-классу и так провязали две вместе изнаночной разворачиваем вязание эту петельку мы снимаем двойную которую только что провязывали изнаночная и опять считаем 1 2 3 4 пусть и как всегда 5 5 6 7 а восьмую здесь ничего не переворачиваем в лицевом ряду восьмую и девятую провязываем вместе и вот у нас уже начинает вот здесь вот с двух сторон петли убавляться и мы будем так вязать пока их совсем не станет то есть опять снимаю эту двойную петлю 1 2 3 4 5 5 6 7 а восьмая петелька в изнаночном ряду во-первых мы меняем положение этой петли 8 и 9 и провязываем 2 вместе изнаночной за переднюю стеночку то есть бабушкины петлю и ну во всяком случае я так делаю как вы вяжете это ваше говорится дело главное чтобы вы поняли принцип и все вязание продолжается опять эту первую снимаем 1 2 3 4 5 6 7 а восьмую и девятую мы провязываем вместе вот таким образом думаю принцип понятен так вывязываем нашу пяточку вот у нас уже здесь косички получаются с одной и с другой стороны пока у нас не закончится петли по бокам то есть слева и и справа дальше встретимся и